Добрый день, в эфире программы «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Напротив меня, в нашей студии, Игорь Рубанов, заместитель директора Центра дополнительного образования «Одарённых школьников». Игорь Соломонович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Человек, который имеет свою определённую позицию, особое мнение своё на многие вещи, происходящие как в нашем регионе, в мире, в стране и так далее. Приятно всегда с вами встречаться и общаться. Спасибо. Все мы имеем особое мнение по каким-то поводу. Напомню нашим слушателям, что на сайте Хакирова есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, вы заранее можете узнать, кто будет у нас в гостях, в особом мнении, если есть желание, задать вопрос гостю с помощью специальной формы. Такая возможность в течение всего эфира есть. Пожалуйста, задавайте. Давно мы не встречались в нашей студии. Хотелось бы начать с новостей. Чем живёт Центр дополнительного образования «Одарённых школьников»? Ну, все мы знаем, народу живётся непросто в последнее время, денег не хватает. На вас как-то отразились финансовые трудности? Пока нет, я специально выяснил. Пока что у нас, как в армии, обед по расписанию. Посмотрим, что дальше будет. Год только начинается, деньги обычно кончаются ближе к Новому году. Дальше всё может быть. Финансирование федеральное, да, ведь у вас? Нет, нет, у нас региональное. Министерство образования. Да, мы региональный центр формально. А на федеральные проекты мы тратим то, что сами заработали. Какие-то установки получали в последнее время? Какие установки? Регионального Минобора. Какие установки? Экономить. Не тратить. Эта установка всем идёт, естественно. Мы экономим. Не тратим лишнего. На чём? На дело тратим. Вот это вопрос не мне. Я думаю, что... Руководителю непосредственно. Вопрос руководителю надо задать, да. Ну, на чём можем? На то мы экономим. Я знаю, что мы на лишнее денег не тратили и тогда, когда их было больше. Сейчас у нас, как может быть некоторые слушатели знают, есть проблема, сгорела столовая осенью в лагере. Ну, вот, собираем деньги. На эту столовую, кстати, я могу... Собираете деньги, то есть из личного кармана, что ли? И из личного, в частности, и из карманов других, я могу сказать, что мы 2 миллиона с лишним собрали, которые в основном наши бывшие ученики прислали. Собираем ещё через Яндекс. Вы просили ребят, своих воспитанников? Есть такие платформы, где можно устроить сбор средств. Да, мы просили. И собрали около 2 миллионов рублей. Этого достаточно уже? Нет, этого недостаточно, но, значит, благодаря помощи и губернатора нашего, значит, Никиты Юрьевича, и я полагаю, что и других людей сейчас уже есть проект. Вот, уже есть подрядчик. Я неуполномочен всё это подробно раскрывать, но думаю, что к лету у нас там временная столовая будет. Участие правительства – это бюджетное или внебюджетное деньги? Вам известно? Нет, мне известно об организационном участии. Помогли найти подрядчик. Вот. Детали я не знаю, не потому что я их там хочу скрыть от кого-то, а я действительно этих деталей не знаю. Мне достаточно знать, что действительно дело движется. Но счёт, по всей видимости, ещё работает, да? Счёт работает, да. Можно перечислять можно? Счёт работает. Можно зайти на наш сайт, там наверху есть кнопочка «Оказать помощь». Вот. Кто желает её оказать. Некоторые наши ученики довольно крупная сумма. Кому эта вообще идея пришла в голову? Организовать сбор средств на восстановление? На строительство новой столовой, да? На строительство новой столовой, естественно, там восстанавливать сооружение, которое было 60 лет назад построено, наверное, никакого смысла нет. Вот. На строительство новой столовой, сейчас там будет сделан корпус, в котором не будет полноценных цехов. Там мы будем фастфудом питаться, но фастфудом хорошим я вот эти супы... Супы, да, иронические, я сам ем с удовольствием. Вот. Значит, там будет цех, но до готовки из полуфабрикатов. Но в дальнейшем мы планируем всё-таки полный цикл там наладить. Это ещё вложение, и за один год этого не сделаешь, конечно. Причина возгорания, вы, по-моему, озвучили, да? Замыкание. Замыкание электропроводки. Криминала никакого нет? Нет, криминала нет. Самое скверное, обидное, что мы эту проводку как раз планировали вот этим летом заменять в предстоящем. Но, увы. Вот. И когда и при каких условиях может начаться строительство новой столовой? Вот этого я не знаю. Я думаю, что как только физические условия появятся, оно и начнётся. По весне, наверное. Как настроение в настоящий момент у сотрудников, у ребят, у центра? Мы работаем. Мы работаем. У нас настроение... Занятия ведь у вас бесплатные, да? Да. Ну, в основном бесплатные. Для основного контингента у нас занятия бесплатные. У нас есть дополнительные платные группы. Это за рамками госзаказа. За рамками госзаказа. То есть дополнительный объём знаний, да? Да. Нет. Не дополнительный объём знаний, а дополнительные группы. Те дети, которые по каким-то причинам не попали в наш основной контингент. Если они хотят там заниматься, они занимаются. просто госзаказ он ограничен особенно сейчас ну а что касается настроения не знаю, я себя чувствую музыкантом на борту Титаника играть-то надо не уменьшилось ли количество ребят которые платят определенную сумму опять же я не в курсе, я этими вещами не занимаюсь урезаем мы свои расходы это не мне вопросы но мы много-то не берем в общем у нас цены умеренные достаточно подробности можно на нашем сайте найти, там вся статистика есть, желающие могут ее там посмотреть вот как раз к стоимости и к ценам товаров и услуг хочу перейти потому что накануне появилась информация публиковал ее Кировстат при всем при том, что по данным Росстата в 2015 году инфляция в России составила 12,9% в нашей области в 2015 году идет речь об инфляции на уровне 11,2% это пятое место среди регионов Преомского федерального округа в нашем регионе сильнее всего цены поднялись на непродовольственные товары то бишь на 12% продукты подорожали тут наверное ошибка какая-то наверное полтора процента да, я что-то не очень верю в полтора процента вот вообще данным статистики доверяются когда речь идет о чем-нибудь известно уж не помню чья фраза что ложь бывает трех видов просто ложь наглая ложь и статистика вот поэтому особо ей доверять не стоит и не только потому что там кто-то может сознательно искажать все это но и потому что с методиками там бывает разброд и по одним методикам посчитаешь одно получается по другим другое получается ну как известный рецепт колбасы из коня и рябчика там берется один конь, один рябчик смешивается вот но я не буду утомлять слушателей всякими математическими подробностями что такое учитывать с весом там и так далее вот но я вполне допускаю что эти цифры вот по отношению к той методике которая применяется они честны могут быть вполне другой вопрос какая методика применяется скажем если я бедный допустим и мои деньги в основном уходят на продукты первой необходимости то моя инфляция может быть гораздо выше потому что дорожает то прежде всего дешевый товар это очень хорошо видно и в магазинах никто это не может объяснить ну почему ну почему совершенно ясно на дешевых товарах можно больше заработать повышая вот эти вот цены где-то возможно издержки растут непропорционально то есть там ведь бывает сдерживали сдерживали цены потом они распрыгнули вот как скажем недавно на типографские расходы случилось пока там были запасы бумаги подорожала в том числе и бумага да? подорожала и бумага подорожали типографские услуги достаточно сильно где-то насколько я понимаю процентов на 20-30 точнее не скажу вот то есть тут все зависит от того чем ты пользуешься вот а квартиры наоборот они не дорожают ну потому что спрос да выпал значительно да это рынок это рынок и вот вы ответили сами на свой вопрос о товарах первой необходимости спрос на хлеб все равно будет поэтому там по возможности берут и повышают кстати не так давно всероссийский центр изучения общественного мнения проводил исследование очередное сделал вывод о том что жители нашей страны ну в общем-то свыклись с кризисной ситуацией вы свыкнуться свыклись свыклись чувствуете в своем окружении я к ней и не привыкал даже мне просто очень грустно на все это смотреть вот свыкнуться с чем угодно можно ну а что делать вот люди в концлагере живут ну что им остается деваться некуда вот смертельно больной в хосписе а ему что остается понимаете ну а куда ты денешься с подводной лодки ну не свыкнешься ты значит с ума сойдешь такая альтернатива в общем наверное в такой ситуации большинство выбирает свыкнуться адаптироваться как-то да ну а делать то нечего жить то надо поэтому я ну мне кажется что информативность вот этого утверждения близка к нулю ну свыклись ну понятно что дальше что из этого следует вот многие часто упрекают да русский народ в том что склонен в экстремальной ситуации там в плохой ситуации винить всех кроме себя а это не только русский народ это любой другой народ практически склонен винить всех кроме себя так уж народ устроен руководством, чиновников и так далее вам это свойственно? выход этот какой-то есть какая-то эмоциональная отдушина мне свойственно винить тех кто виноват если я виноват значит себя ну по крайней мере надо перед этим подумать кто же виноват на самом деле вот я боюсь что в нынешней ситуации вина лежит не только на руководстве хотя на нем лежит огромная вина за то что происходит вот на народе она тоже лежит как минимум на том народе который ходит на выборы кто выбирал то это руководство но чуть позже о выборах мы поговорим безусловно да еще вот еще одна такая резонансная инициатива у нас от российского правительства поступила в конце прошлой недели написали СМИ о том что чиновники подумывают о введении акцизов на так называемые вредные продукты к вредным продуктам правительство относит сахар пальмовое масло чипсы и газировку чиновники объясняют свою инициативу заботы о здоровье граждан необходимостью пополнить дефицит на федеральный бюджет акциз дополнительный налог я бы это поставил будем побольше собирать я бы это поставил в обратном порядке конечно значит ну тут сразу очень многое приходит на ум там масса аналогий начиная от советских времен когда все такие постановления начинались славой многочисленным просьбам трудящихся все там было оправдывая трудящихся в том числе и повышение цен да значит ну и анекдот мне вспомнился уж извините немножко времени займу значит хаджану средин как-то просит у жены попросил у жены кислого молока жена дай мне кислого молока оно очень полезно для здоровья хаджану у нас нет кислого молока ну и не надо мне кислого молока оно очень вредно для здоровья хаджа ну как же так ты только что говорил что оно полезно для здоровья а теперь говоришь что вредно знаешь жена говорит Хаджан. Кислое молоко полезно для здоровья, когда оно есть в доме, и вредно, когда его нет. Я вот думаю, что наши власти тоже примерно такой же стратегии придерживаются. Вот. Но это называется делать хорошую мину при плохой игре или там выдавать нужду за добродетели. Ну, естественно, они будут пытаться состричься всего, с чего можно, если в таком положении. А, кстати, сегодня, кстати, осталось... Когда денег на шины, знаю. Про шины, да, сегодня тоже присоединили их. И на шины тоже. Шины, видимо, тоже вредны для здоровья, я не знаю. Что касается, по существу, вредно ли это для здоровья, ну, не знаю. Запрет детям пить газированную воду, мне кажется, безумием. Я могу еще очень много перечислить, чего нельзя. Вот. Соки, там сахар, это белая смерть. Соль, тоже белая смерть. Давайте уберем все, где соль есть. Медики говорят, что в продуктах естественное содержание соли, оно достаточно... Будут сидеть люди и хрумкать капустой. Если бы оно было достаточным, тогда бы, наверное, не бились древние народы за соль. Соляные бунты в том числе были. Наверное, они бы... Наверное, они бы не устраивали там войн, даже иногда, из-за соли. То же самое и пряностей касается. Перца там, гвоздики. Понимаете? Ну, не знаю. Я бы не стал выдавать нужду за добродетели. Я бы честно сказал, знаете, ребята, деньги у нас кончились. Давайте-ка мы еще тут обложим. Но я думаю, у кого есть голова, тот понимает это все. Я задаюсь вопросом часто. Наши власти российские, они что, не понимают, что озвучивая такие инициативы, более негативы вызывают раз за разом? Володя, они все понимают. Они прекрасно понимают. Там наверху сейчас, вот в отличие от советских времен, сидят люди весьма образованные, все прекрасно понимающие. У которых, правда, бывает, замыливается глаз из-за того, что они слишком долго там наверху. И отрываются от народа, волей-неволей. Хотят они этого или не хотят. Я не думаю, что кто-то из них скажет, а это ручка, а я от народа. Но этот процесс происходит сам собой. Особенно, если каналы обратной связи слабо работают. Или искажены. А это, видимо, так, по вашему мнению, да? Да я думаю, что это так. И не только, по моему мнению, значит, конечно, какая может быть работа при отсутствии обратной связи. И, конечно же, а куда им деваться? Они совершают стратегические ошибки. Беда-то в том, что тактика-то там часто хорошая и правильная бывает. Я не говорю, что всегда. Но бывает достаточно часто. То есть, тактики нормальные. Со стратегией беда большая. Очень большая беда. И на это уже и Кудрин указывает, и Греф указывает, и олигархи многие указывают, и кому не лень. Министры. Понимаете? То есть, ну, беда, если корабль не знает, куда плывет, то никакой ветер не будет ему попутным, как говорили, греть. Вот со стратегией беда. А если стратегии нет, то непонятно, с какой точки... Да, с какой точки зрения оценивать тактику? Что правильно, а что неправильно. Если мы, скажем, блестяще подготовили мероприятие по утоплению, допустим, ну, да, мы очень здорово тактически сработали, какой у нас результат. Поэтому, вот, в этом смысле все очень плохо и слабо, мне кажется. Ну, кстати, упомянутый Ваня Алексеевна Кудрин недавно заявил о том, что мы еще не достигли дна, и все худшее еще только впереди. Он оптимист, да. Пессимист говорит, что мы уже достигли, а оптимист говорит, да нет, все еще впереди. Я не знаю, я ведь не экономист. Вот если бы тут сидел мой сын, который экономист, он, может быть, что-нибудь сказал бы, но он тоже микроэкономикой занимается, а макроэкономику не любит. И ничего удивительного. Там специалистов в макроэкономике не наука эта. Никто не знает, что будет дальше, а если бы кто-то знал, то было бы что-нибудь другое совсем. Давайте, да, заканчивайте. Ну, я хочу сказать, что наблюдатель тут вносит очень сильные диссонансы в наблюдаемое явление. Поэтому, когда в макроэкономике будут какие-то теории действительно очень, кстати, хорошие и адекватные, то там может что-то измениться просто по этой причине. Начнут придерживаться этих теорий, и в результате что-то изменится. И уже другие теории надо будет разрабатывать. Давайте обсудим недавнее заявление президента. Президент обозначил национальную идею. Это не что иное, как патриотизма. Далее цитирую, в России не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Уверен Владимир Владимирович, это и есть национальная идея. Эта идея, по словам Путина, не идеологизирована и не связана с деятельностью какой-то партии. Это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан и более эффективной. Как вам такая постановка? Я тут две вещи могу сказать. Во-первых, это не о чем, что называется. За все хорошее против всего плохого. Разумеется, да, все правильно. Мы за все хорошее и против всего плохого. Ну, а во-вторых, все, что надо, за меня уже сказал Николай Сванидзе в аналогичном эфире. А вы можете поставить? Только из московской студии. Нет, я повторю, конечно. Я с ним полностью согласен. Он задал вопрос, что в такой форме, безусловно, с этим необходимо согласиться. Это да. Ну, как же можно, значит, выступать против? Но весь вопрос в том, что понимать под патриотизмом. Понимать ли под патриотизмом любовь к своей стране, к своему народу, которая неизбежно, как правильно говорит Сванидзе, подразумевает и критику этого дела. Понимаете, дело в том, что по-настоящему грамотный, большой деятель, он в том числе должен понимать, когда ему надо уйти. Вот тот, кто на это способен, тот действительно великий человек. А тот, кто способен только тогда, когда у него все получается. Ну, как же он уйдет? У него до 18-го года. Я не про него. Срок полного качества. Я вообще. Вообще на любых уровнях. Тот, кого нельзя называть, да, значит, нет, понимаете, на любых уровнях. Да, на любых. На любых. Я и себя не исключаю. Я уже кое-откуда ушел. Где почувствовал, что лучше это дело отдать другим. Одно из составляющих патриотизма, как у нас в официальной формулировке. А вот если это любовь к государству и начальству, то это никуда не годится. Это не тот патриотизм, который должен быть объединяющий идеи. Понимаете? Я не помню, где же сейчас. Ну, да. Нет, я сейчас не могу это процитировать. Я забыл просто соответствующую цитату. Вот. Ну, просто вот. Любовь к вашему превосходительству, это не то же самое, что любовь к отечеству. Вот примерно так эта цитата звучит. Не помню чья. Кого-то из великих. Вот было бы, наверное, кстати, неплохо, если бы Владимир Владимирович, он расшифровал, да? Как он сам понимает слово патриотизм. Ну, хоть зацепки хоть какие-то были. Было бы неплохо. Было бы неплохо. Ну, как-то я этого не понял пока. Вот. Наверное, если его попросить расшифровать, и он согласится, то он, скорее всего, согласится со свадьбой. А что там на самом деле происходит? Ну, понимаете, беда в том, что Владимир Владимирович, он ведь не абсолютный монарх. Вот. Вот. Там силы ведь борются самые разные. И от того, что они под ковер заметены, ничего не изменилось. Свиту нельзя... Интересы все равно борются. Я боюсь, что свита давно уже играет короля. Это... Увы. Вот. Ну, вот Наполеон Бонапарт, он это понимал прекрасно и умел балансировать. Эта политика называется бонапартизмом. Вот. Ну, а что здесь? Видите ли, практически любой человек Наполеон, он общепризнанный один из самых великих руководителей в истории. Ну, с каким знаком, это другой вопрос. По абсолютной величине, да. Потому что он мог там и военачальник, и оставил в Франции кодекс Наполеона, который, в общем, до сих пор работает. Вот. Это что угодно. Но, понимаете, даже он не мог, ну, мог в весьма ограниченных пределах делать абсолютно то, что он хотел. Потому что были интересы. Вот. И монархи тоже. Меня еще, кстати, немного смутила эта фраза Путина о том, что страна должна быть более привлекательной для всех граждан, более эффективной. Я до конца не понимаю, о чем я говорю. Нет, ну это, конечно... Чтобы хотелось жить в этом государстве. Это, опять же, за все хорошее против всего плохого. Это я абсолютно разделяю. Да. Да. Очень важно, чтобы людям хотелось жить в этом государстве. Вот. Понимаете? Ну, что для этого надо делать? Для этого надо начинать с самого начала. Вот. Надо смотреть, чего же люди хотят. Другой вопрос, что очень много людей, которых вполне устраивает то, что у них там... Но у нас же на всех уровнях власти декларируется, что это социальное государство. Ну, да, декларируется. Нет, ну, понимаете, какая штука? Тут мы уже сейчас погрузимся в глубины философии. Потому что на самом деле, конечно, вся эта штука насквозь диалектична. Вот зачем нужны, скажем, две партии разные? Почему двухпартийная система устойчива? Потому что равновесие бывает только динамическим. Статического равновесия не бывает. Если слишком долго что-то сохраняется неизменно, оно вершает и погибает в конце концов. Вот Швецию, например, взять. Очень благополучная страна, по общему мнению. Ну, и там вот социалисты долго правили. Я уж, кажется, об этом говорил как-то. Социалисты долго правили. В результате налоги стали огромными. Ну, и там еще, кроме того, в какой-то степени что-то похожее на то, что в городе у Клиффорда Саймака описано. Культ среднего всего. То есть выделяться вверх это не очень хорошо считается. Понимаете? И поэтому Швецию стали покидать талантливые молодые ребята. Они там не могли себя реализовать. В итоге это вылилось в то, что победили правые в конце концов. Налоги снизили. Немножко эту политику утихомирили. Вот это вот равновесие динамическое. Через какое-то время у правых накопится вот этот груз. Но, разумеется, власть правых тоже не сахар. И сахара не бывает. Такого, чтобы всех устраивало, такого не бывает. Только доллар серебряный всех устраивает. Да и то, пока его инфляция не сахарит. Мы в Америке, видимо, сейчас нечто подобное наблюдаем. Республиканцы-демократы. Которые мало, в общем, отличаются друг от друга. По сути. По сути. Но, которые вот разные оттенки. Республиканцы считаются более консервативными. Демократы там более прогрессивными. Ну, на самом деле, это все вот та же игра, та же динамика. И без динамики нельзя. Партия, когда единственная партия есть, направляющая и руководящая, ну, мы все с вами видели, кроме самых молодых, чем эта партия в конце концов закончила. Потому что надо иметь зеркало, в которое ты смотришься. Надо иметь достаточно мужества, чтобы признавать то, что ты там видишь. Со вторым сложнее. Партийную тему давайте еще чуть позже затронем. Да. Я имею в виду современности уже, да? Да, да. Партийную тему. Перерыв у нас. Я напомню, что это особое мнение Игоря Рубанова, заместителя директора Центра дополнительного образования одаренных школьников. Продолжается особое мнение. Сегодня это особое мнение Игоря Рубанова, заместителя директора Центра дополнительного образования одаренных школьников. Перед тем, как к партийной теме перейти, хочу спросить, Игорь Соломонович, вы состояли когда-нибудь? не состоял, не привлекался не был, уже сказать не могу был неоднократно за границей это стандартные ответы на партийные вопросы в советских времен почему, да, эту тему поднимаю накануне буквально состоялся съезд партии Единая Россия из высшего совета партии исключили 27 человек в том числе скандально известного Гайзера не исключили, вывели это ротация из генсовета вывели 52 человека тоже там известные люди Тимченко, Лахова, Хинштейн, Ирина Ярова и ввели тоже 52 человека на ваш взгляд это все-таки стандартные перестановки и партия по сути-то не меняется некоторых одиозных людей оттуда вывели просто потому что они одиозные в целом это, на мой взгляд, рутинная ротация которая не заслуживает того, чтобы о ней долго говорить разумеется, не меняется а что там может меняться ну, Дмитрий Анатольевич по-прежнему возглавляет продолжает возглавлять да, да, да Дмитрий Анатольевич возглавляет кстати, сейчас в интернете перед началом программы об этом упинул активно обсуждается предвыборная кампания это выборный манифест все-таки Единая Россия он еще, если не ошибаюсь в 2002 году появился да, 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 там много чудес я думаю, вы сейчас очень много комментариев в интернете в 2004 году каждый же Россий будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас в 2005 году каждый россиянин будет получать свою долю от использования природных богатств в 2006 году у каждого будет работа по профессии ну и так далее в 2010 году будет построена транспортная магистраль в Санкт-Петербург Канаде и Токио Владивосток и наконец к 2017 году то есть вот уже к следующему Россия будет лидером мировой политики и экономики каждый член моего племени будет есть мясо по три раза в день и иметь подвиженными это все стандартное вранье политиков ну что тут скажешь вот я бы конечно не врут все политики ну в ту или иную степень да но одни больше другие меньше одни более нагло другие менее нагло тут вот в эфире тут не раз меня упрекали что я часто говорю не знаю не могу сказать так я так говорю потому что я математик и я не могу что-то утверждать если я этого не могу опосновать вот а не потому что я там чего-то боюсь или но я действительно не знаю когда я не знаю я говорю что я не знаю вот а политики они обязаны отвечать на все вопросы даже на те про которые не знают ну демагогия была беспардонная а программу КПСС почитайте там что лучше было что ли коммунизм к 80-му году замененный согласно известному анекдоту олимпиады в Москве вот ну что ж тут ну вранье да а должны политики отвечать каким-то образом за несбывшиеся обещания хорошо бы только перед кем они отвечать-то будут перед народом там где нормальные выборы там они отвечают перед народом их просто не выбирают в следующий раз а там где ненормальные выборы там они ни перед кем не отвечают и этот год у нас кстати выборный Госдума в частности здесь на местном уровне мы будем региональный парламент мы выбирать на выборы то вообще пойдете не знаю в сентябре не знаю может и не пойду если там не будет людей которые будут представлять мои интересы я туда конечно не пойду а что мне там делать за кого мне там голосовать каковы ваши интересы самые разные свобода прежде всего возможность себе реализовать отсутствие давления со стороны властей ну много чего но вряд ли я сейчас но обычно такие вещи лично в предвыборной компании не включают вряд ли я за пару минут смогу значит вот я вряд ли сейчас смогу это описать мне и подумать надо чтобы объяснить в чем мои интересы состоят я не уверен что сам это до конца могу в слова перевести ну по крайней мере из того ну вот голосовал я за справедливую Россию в прошлый раз а в итоге оказалось такое что я не хочу даже слова произносить которыми это хотелось бы назвать понимаете так скажем мягко несколько обманули ожидания своих избирателей вот из партии которая себя вроде бы позиционировала как чуть ли не оппозиционная они стали едва ли не самые консервативные они там единую Россию перещеголяли в некоторых инициативах ну что я за них буду голосовать снова не буду а ваше мнение о нашем парламенте об областном собрании о его компетентности я о нем достаточно мало знаю качественной работы я о нем достаточно мало знаю чтобы как-то о нем что-то говорил смотри выше то что я говорил пару минут назад ну действительно мало знаю снова поднимаются кстати головы тех кто призывает изменить изменить извините это кстати хорошо если бы я о них знал много это почти наверняка означало бы что они наломали друг вот обратное не означает что они их не наломали но все-таки шансов меньше интересно я продолжу я продолжу звучат эти предложения о том чтобы и вернуть графу против всех это было бы совершенно правильно вернуть графу если бы вернули графу против всех я бы пошел на выбор и проголосовали бы вот именно именно так вот именно так против всех скорее всего а обязательно минимальная явка которая у нас отменена было отменено когда люди просто стали голосовать ногами в направлении противоположным участком я не знаю на что надеяться сейчас посмотрим еще ведь не вернули ничего да вот когда вернули тогда и поговорили все обсуждается у нас остается буквально буквально 7 минут у нас да вот хотелось бы чтобы мы поговорили о делах городских давайте о делах городских обсуждали мы эту тему уже в нашей студии звонили слушатели высказывались ну во первых появление в Кирове памятника труженикам тыла ну ничего дурного в этом нет вот в Котельниче появился памятник очень симпатичный ну как сказать даже не то чтобы очень симпатичный но уникальный в каком-то смысле где поименно перечислены все кто умер в эвакуации на Ленинград в госпиталях да по моему это очень достойно если в Кирове появится памятник похоже на этот вот я был в Саранске и видел там памятник героям первой мировой погибшим в первой мировой войне уроженцам Саранск да уроженцам Мордовии тоже очень достойно поэтому я думаю что это если народ это поддержит если это действительно будут народные деньги а не выключенные руки предпринимателей то это очень достойно когда реальные добровольные пожертвы да это очень достойная инициатива а с местной установки это перекресток Карл Маркс союзный сквер перекресток сквер многие обосновывают и тем что если там поставят памятник вместо какого-нибудь здания и сквер сохранится наверное это будет хорошо то есть за благоустройство да благоустройство там будет неизбежно если там поставят памятник поэтому вот хорошо еще один голос за появление этого памятника хочу вам задать вопрос как автомобилисту на прошлой неделе состоялась пресс-конференция городской администрации и глава отдела транспорта Олег Чичебабин сообщил в частности о том что городская администрация подумывает о возможности появления на главных улицах областного центра выделенных полос для общественного транспорта ну вы знаете вот я насчет выделенных полос я думал над этим надо посмотреть у нас улицы это узкие и если например на Карломаркса появятся выделенные полосы скажем в районе прилегающем к театральной площади там вообще не проехали там парковаться будет негде почти на Ленина может и возможно я не знаю надо посмотреть в Москве вроде бы эти полосы и в Петербурге пока большой проблемы не составляют вот на Невском там есть полосы вы кстати активно ведь ездите по другим в том числе крупных городах ну вот в Питере я смотрел лично мне они не мешали в Москве тоже вот поэтому надо посмотреть что будет но там улицы пошли ну то есть основное то что отталкивает эта идея это как раз таки узкие наши улицы да конечно возможно проблема с этим поэтому опасения есть и вот еще тоже автомобильный еще один вопрос на прошлой неделе в среду эта информация у нас прозвучала в эфире один из известных кировских архитекторов у него есть проект и согласно этого проекта многоэтажный гараж под театральной площади однозначно нет двухуровневая я считаю что затраты на этот проект вот гораздо будет больше чем польза очевидно центр города тут вырубится движение тут будет хаос там год-два и что мы в итоге получим я не думаю что это нужно я думаю что лучше парковки где-то в других местах строить где-то не так будет дорого и винно и сразу еще хочу сказать про гимны значит подождите я вас спрашиваю про гимны подождите там еще один нюанс если эту идею реализовывать подземную барковку под театральной площади придется по словам архитектора памятник Ленину переносить я ничего не имею против переноса памятника Ленину вот именно перенос а не исчезновение исчезновение тоже не возражал бы не то чтобы я был горячим сторонником этого но меня этот памятник не сильно волнует кстати я недавно поймал себя на мысли о том что однажды ведь наступит наверное момент когда мы будем горячо широко обсуждать дальнейшее существование памятников которые есть у нас установлены в Кирове а что у нас памятники подвергаются каким-то нет вот хочу у вас поинтересоваться как вы думаете как долго еще ждать этого момента мне кажется он все равно придет когда мы будем обсуждать с носителя переносить памятник я думаю что достаточно долго в Кирове достаточно долго вот либо произойдут какие-то события которые вот сподвигнут на это обсуждение события видимо какие-то кардинальные да да что-то такое пока то что есть будут стоять кому они мешают ну и наконец гимн города Кирова как известно он появился на сайте городадминистрации я посмотрел на этот гимн на сайте дрянь гимн извините подождите вы посмотрели или послушали и посмотрел и послушал там можно любой город взять ну может пару слов заменить это вот безразмерный гимн который как колготки налезает на что угодно и поэтому ну я не знаю но это позор там даже рифм нормальных нет над рекой солнце всходит освещает град святой да 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 много но милее край родной славься древний город Хлынов с этим тоже никто не может спорить славься мы любимых Киров наш край родной безусловно милее но я бы очень хотел чтобы гимн города писал человеку у которого есть достаточно большой соответствующий талант понимаете вот чтобы это от души шло а вот такие вот гимны ну мне сразу вспомнилось служил Гаврила хлебопеком Гаврила булки испекал вот удивительные вещи примерно Гаврила вот такой бы гимн и написал если бы из Ильфа и Петрова если бы ему заказали да я думаю что ну вот кстати человека этого автора зовут его Прохор Протасов да но он его позиционирует как талантливого музыканта ну знаете и у талантливых музыкантов бывают провалы но меня там главным образом возмутили слова потому что это ни о чем это вот никакие совершенно слова они абсолютно безразмерные безвкусные бездарные что угодно понимаете музыку я не берусь оценивать я не музыкант Моцарт Моцарт наверное интереснее на ваш взгляд вряд ли это обидит господин Гаврила на ваш взгляд именно эта вещь не должна быть гимном нашего города мне не нравится и наверняка смущается количество людей да заинтересовавшихся этим проектом я не смотрел 1200 человек и что они сделали проголосовали просто за за да ну что я могу сказать 1200 кировчанам понравился вот этот гимн что я могу сказать в этом мире бывают разные взгляды я постарался объяснить почему мне этот гимн не нравится потому что он некачественный вот по крайней мере по части стихов но по всей видимости останется это произведение гимном на какое это время останется потом может быть с ним как с памятниками помещат на пересмотр первое публичное исполнение гимна по данным администрации состоится в день города в июне я туда не пойду нет так сейчас мы будем выходить уже из студии да потому что завершается время особого мнения благодарю гостя нашего Игоря Рубанов заместитель директора директора центра дополнительного образования одаренных школьников спасибо всего доброго спасибо всем кто слушал и выдержал все это до свидания